Стабильно работающие предприятия, твёрдо стоящие на ногах малый и средний бизнес, квалифицированные кадры, обновлённые дома и коммунальные сети. Таким в ближайшие годы должен стать Кентау – единственный в Южном Казахстане город, вошедший в государственную программу развития моногородов. Чтобы вывести город из кризисного состояния, в котором он, как и ещё 26 ему подобных, долгие годы пребывает, денег государство не жалеет. В прошлый год 242 миллиона осваивали. В этом году мы сейчас как раз ставим на благоустройство, освещение, дорогу – 211 миллиона осваиваем. Уже в конце сентября мы полностью будем осваивать. А реконструкция теплосетей города Кентау около миллиардов сейчас посады готовится. Немало бюджетных денег израсходовали в Кентау и на благоустройство улиц. Фонтаны, скверы и архитектурные формы. А вот внятно рассказать, сколько новых постоянных рабочих мест открывается в рамках программы развития моногородов, руководству города не удалось. Рабочие места открываются. И зимой у нас уже, как и зимой, от аппетитного сезона около 400 человек будет работать, 35-е. И сейчас по программе 2020 уже вот сколько вот городов строится, по моногороду, по областному бюджету строится, что откроем новое рабочее место, открывается. И люди работают у нас, которые безработицы, пошты у нас меньше. Между тем, по данным, озвученным на очередном заседании правительства, уровень безработицы в Кентау выше среднереспубликанского. И именно этой проблеме должно быть уделено особое внимание. Вот анализ 2012-го текущего года показывает, что в большинстве своем внимание Акимов по развитию моногородов в рамках этой программы сконцентрировано на развитии инженерной и социальной инфраструктуры. При этом недостаточно уделяется внимания основным направлениям программы, о чем мы сегодня говорим. Это диверсификация экономики этих городов и, конечно же, развитие предпринимателей, создание рабочих мест, создание расширения малого-среднего бизнеса. Новые рабочие места в Кентау необходимы. Число горожан быстро растет и уже превысило 80 тысяч человек. А в ближайшие годы может вырасти еще больше, ведь в рамках программы развития моногородов для привлечения в моногород людей запланировано строительство нового жилья. В Кентау в течение шести лет будет построено 12 многоэтажек. Возведение первой из них начнется уже в следующем году.